Вот у нас сегодня 12 июня 2015 года. Находимся недалеко от лагеря Стана. Далее я показываю. Вот я подъехал к костру, где у нас обычно костры проходят по пятницам. Прошел посмотреть, что же они тут подготовили за день. Дядя Володя идет. Братья наши. Добрый вечер. Я с контролем. К вам, братья, сестры. А как озеро называется? Кто там кому по зубам надавал? В четвертом классе. Ой, да, в четвертом. Так, ну это все хорошо. Историю, географию мы тут повторяем. И физику, и все вместе. Давайте еще. А вот Библию-то вы знаете? Паша сразу раз и говорит. Молчок, молчок. Паша карту любит, это хорошо. Давайте, дядя Витя, давайте вопрос. Что означает вообще Библия? Книга. Книга. Разве там книга всего лишь? Книги. Книги. Видите, библиотека. Что это означает? Собрание книг. Вот название Библия. Парень этот встречается в названии библиотека. Да. Так, а откуда такое название, как считают? С греческой? Ну, предположительно. Откуда оно появилось? С греческой? С греческой много. С греческой. Израиль? Израиль, Израиль. А почему Библия? Библия. А вот не знаете, а был город Библ. Библ. И отсюда, считай, там тоже библиотека была. И отсюда название произошло. Ну, это в требности сейчас. Так, а сколько книг в Библии? 75. Ветхого Завета, Ваня, тебе надо все знать. Чего? А, это в новом. Это в новом. Ну, Паша, ты что-то меня удивляешь. Ну, Вань, ты должен вообще все. Вот и должен знать. Ветхого Завета. Сколько книг? 50. 50? А нового Завета? 77. Ну, 77 минус 50. Сколько будет? 20. Получит 27. 27. 27. Хорошо. Что такое Евангелие? В переводе что означает? Евангелие. Иван это имя, а Кельц? Нет. Толкование Паши из казахского. Ты лучше по-казахски нам что-нибудь скажи, а это не толкует. Что сказать? Ну, скажи, доброе утро, ребята. Салиматься с ба-балаваркой. Что, кто болван? Балавар. Ты нам тут не груби. Какой-то тут болван. Балавар. Гуд Монин. А? Май Чаилд. Что? Гуд Монин. Это английский. Это английский. Вы спеки английский, вернее. Это что, я сальцовую. Так, ну что-то с Библией у вас хромает. Давайте еще географию. Ну, давайте лучше библейскую географию. Давай. Где родился наш Господь Иисус Христос? В Ересалиме. Неправильно. Нет. В Ересалиме. В Ересалиме. Где он воспитывался, наш Господь Иисус Христос? В Израиле. Неправильный ответ. В каком городе? Галилея. Назарей. 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 Назарейте. А где жил потом он? В Ересалиме. Нет, в Ересалим он ходил, там торговца выгонял и проповедовал. Он выгонял? Он же путешествовал. Они из храма хотели сделать магазин. В Евангелии два раза встречается это. Я видел там. Он выгонял, сделал бич и порол их. Где он жил? Капернауме. Капернауме. Так, на каком море он встретил апостолов? Петра, Андрея. Они были рыбаками, да? Ну да. На каком море? Хотя называется море, на самом деле оно озеро. Галилейское. Галилейское. Как это вообще местность называется? Где находится Израиль, Галилейское море там и так далее. Палестина. Палестина. Вот это правильно. Хорошо. Я под ком не знаю. Четырех апостолов-евангелистов перечислить. Матвей, Марк, Лука, Ян. Паша перечислить. Я тебя звоню. Ты просто повтори. Матвей, Марк, Иван. Матвей, Марк, Лука, Ян. У тебя по географии знаний есть, а по Библии что-то нет. Это значит, что ты не читаешь ее. А не читая, ты ее не знаешь. А не зная, нарушаешь. А нарушаешь, погибаешь. Вот так. Дождь. Швятитель Ан-Затауст. Ребята, кончается у меня? Кончается. Идет. Картошку-то будем есть. Надо таскать. Только тики-таки. На географии давай пиши. О, ты четко, Оленик урешь. Ваня. Вот ты по географии давай. Давай наизусть, Слово Божие. Что ты знаешь? Наизусть, какие стихи? А он ничего не знает. Ладно, стих. Мы правы. Знаю географию. А кто-нибудь, кто-нибудь что-то знает? Нестор знает. Нестор знает. Нестор даже не помнит, сколько человек было в прошлом году. Постарел на год. Ровно постарел на год. Дядь Володя им постелили, ребятам. Да, сестра занимается, Галина. Ульенки были. Тихо. Сбегай быстрее. Загуси-то. Где? Вот. Победим. А это сейчас дождь.